Мне сегодня швы снимать, и мне сказали, если он у вас мокнет и гноится, вам надо ехать опять к хирургу и показывать его. Потому что там инфекция может быть внутри, они у вас катетер поставят. Они сказали показаться там врачу, кто делал операцию. Я милая, нежный мой ангел, земной. Сейчас опять будет эксперимент у меня с моим звуком. Надеюсь, не могу я его прослушать до того момента, пока этот ролик хотя бы даже в программу не залью. Очень надеюсь, что получится заснять. Сейчас, видите, я готовлю молоко на сепарацию, потому что у меня тут скопилось. Но я даже боюсь приподнимать вот те вёдра полные. Позвала Сергея Петровича мне помочь. У меня разошёлся на пупке шов. Вот замок, закровил. Всё это, конечно, очень неприятно. Сейчас я ещё после всего этого поеду в Тамбов. Скорее всего, вот такие дела. Сергей Петрович, знаешь, что забыла? Принеси, пожалуйста, из морозилки двух куриц и бройлерных этих наших. Девчонок к вам прямо туда, сразу в дом. Ага, ну они приготовят, сейчас я их попросила. Я там сейчас поможем. Куда? Прикорысти надо. Вон, Танечку возьми. Полупустые мои холодильники. Ну, у нас ещё холодильник есть в доме. Там я точно знаю, что есть. И первое, и второе. Но всё равно продукты очень быстро у нас исчезают. Сколько бы я ни покупала, на какие суммы бы я ни покупала. Всё прям раз-раз-раз и смели. Это, конечно, хорошо. Сейчас девочек попросила приготовить себе гарнир. То есть картошку-пюре, рис, гречку и подливку с мясом и с овощами. Ну, то есть морковку, лук только. И буду это всё поливать на крупы, на картошку и кушать каждый день. Одно и то же фактически. Ну, вот я три дня подряд ела суп, который они мне сварили гречневый. Сейчас уже, конечно, приелся. Хотя всё равно надо кушать по чуть-чуть. Вот. Я скажу так. У меня очень сильная... Из-за вот смены вот этого... А! Ты что делаешь? Кот! Нахал. Из-за смены моего питания у меня, конечно, сейчас и слабости, и какое-то даже раздражение появилось. Знаете, я прям какая-то такая прям... нервно-паралитическая. Вот. Сейчас, короче, вспомнил. Хорошо, хорошо. Значит, нам надо тогда будет что-нибудь ещё купить в этом, да? Как он называется? Короче, подшипники надо на тележку у неё. Подшипники. Из гнили. Угу. Ну, рассыпаться начинает уже, короче. Ну, ну, быстро-то. Ну, шутки. Ну, да. Со вчерашнего дня стоит. Хорошо на улице холодно, да? Куда дальше-то еще? Угу. Я привез эти... Закваски. Кого? Закваски. Для сыра? Да. Жидкие? Сухие? Сухие. А как называются? Нет. Тихо-тихо-тихо. Ну, у меня это вот это обычно. А, у меня это. И там ещё что-то есть. Ну, у меня есть... Как имя? Та-да. Что-то там купите. Ясно-ясно. Больше 225-граммов. Да-да-да. Я хотела с них сбить масло, потому что они пропадут, если так будут стоять. Потом, говорит, покрутим. Сразу накидать, потом крутить. Так веселее. Десять хоть? Все на месте. Ну, это не пойдёт. Нет. А, вот ставить сливки, куда мы будем. Сливки мы куда будем ставить. Оставила 4 баночки на творог, который буду запекать в духовке. Но это не для меня творог, а для детишек. И на продажу, если кто-то захочет купить. Сейчас, в основном, как бы, у нас нет продаж. Всё на семью уходят, все продукты. Яйца только единственное, чтобы забили. Вот, надо дать мне объявление. Я всё никак не дойду до Авито. Вот, у меня постоянные клиенты, кто заболел, кто ещё что-то. Ну, в общем, надо новых клиентов на яйца искать. Я думаю, если бы я эти яйца привезла в Москву, меня бы, наверное, уже там на МКАДе, не знаю, там, растрепушили. Потому что яйца у нас очень, во-первых, вкусные, экологически чистые и домашние. Но ездить на МКАД только из-за яиц очень невыгодно, очень дорого по бензину. Так вот, что я хотела сказать. Сепарировать будем всего два ведра молока. Вчерашнее и сегодняшнее. Вчера вот из-за моего плохого самочувствия я не дошла до кухни. Девчонки отдыхали, у них был выходной. Поэтому оно у нас осталось прямо в ведре, как его вот Сергей Петрович процедил, так оно и осталось. Не разливали. Ну, сейчас холодно на улице, плюс 10, так что ничего не пропало. И парное молоко тоже сейчас процежу. Сергей Петрович пошёл за маслобойкой. Потому что после каждой сепарации у нас целая кастрюля сливок. Вот это тоже кастрюля сливок. И провернём сразу. Сразу всё сделаем. И масло, и сливки. А себе буду делать обезжиренный творог. Сейчас уже молоко не такое жёлтое. Но всё равно видно, что жирное молоко, такие сливки, они прямо вот, считай, сутки постояли, уже как корочка, как выразился Сергей Петрович Стали. И здесь они сейчас на поверхности плавают словно масло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, жду-пожду, когда у меня масло взобьётся. Вы, наверное, ждёте видео, я так предполагаю, со стройки. Почему я сейчас не спешу вам их показывать, и, в общем-то, не показываю по техническим причинам, потому что Артур работает на втором этаже, и они с внешней стороны дома, то есть по стенке залазят туда через окно. Потом будет проход через комнату, то есть там, где сейчас окно в комнате у нас, будет дверь вместо окна. Вот, сейчас обсуждали этот момент как раз с Артуром, что придётся наглохо эту дверь закрыть, отопление отключить в этой комнате, и тогда он сможет приступить уже делать перегородки для санузла и делать коридор с проходом. Вот, как только это произойдёт, я смогу пройти на второй этаж нашей пристройки и вам всё-всё показать. Сейчас у нас этап почти завершён, завтра будет завершён, черновой отделки. Вот. Будем ждать нашего специалиста по отоплению. Как и обещал, он в конце ноября должен приехать. У нас вопрос подвисает с электрикой, поэтому я не знаю, как у нас это потом решится, не решится, придётся мне уехать из собственного дома или не придётся уехать. Это будет видно, но чуть попозже, потому что сейчас очень всё непонятно. Причём, сами понимаете, что у меня же ещё девчонки живут, то есть мне не только детей надо куда-то переселить на неделю, так, чтобы они ещё и смогли посещать школу, но ещё и девочек тоже расположить. То есть каждому нужна койко-место. Ну или, как, не знаю, в Узбекистане, Таджикистане, на коврах там будем лежать, на полу все, на топчинах. Может быть, и так придётся сделать. А может быть, всё-таки нам даст Москва разрешение, и мы, наконец-то, подключим наши три фазы, и я куплю радиаторы конвекторные, и просто расставлю их по всему дому. У нас будет не газовое отопление, а электрическое на то время, пока газовое будет делаться. Может быть, и так. Уже чуть-чуть осталось, уже трясётся сама конструкция. Принесла себе поесть. Это рис отварной и котлетка на пару. Вкусно? Хотела чай попить, и забыла. Ну вот, попей ещё сейчас. Даша, сухой рис, сухая это котлета. А что, ей прямо только сухое надо есть? Нет, варёное я имею в виду. Ну, оно просто, ну, рис варёный какой? Нет, да я не спорю. Я им сказала, говорю, вы мне приготовьте какую-то подливку, но они её ещё только готовят, а я её ждать не могу. Я уже поеду. Так, ну хватит, наверное. Да, да, да. Сейчас ещё забивай. Начинает, вот, ещё пока не осталось, но уже, уже начинает тяжело будет быть. Вот этот звук поиграть-то. Не-не-не, не трогай, не трогай. Потому что пахта будет очень жидкая. О, выключает? Да. Вот теперь всё. А всё, он такой редко прям там вармон. Да, потому что кусками стало. Ага. Всё. Открывать в рабочем режиме нельзя, пахта жидкая, она прям сразу, мгновенно всё есть. Всё равно жёлтенько. Хоть уже и на сене корова. Ну да, всё. Я тогда её делаю корочку в пахту. Хай! Да есть. О, как. Класс. Всё, масло приготовили, молоко отсепарировали. Сейчас поедем в путь-дорогу. Поедем вместе, потому что нам закупаться мне тяжесть, таскать нельзя. Но это уже, наверное, будет сюжет следующего видеоролика. Да. Чтобы было интересно. Что скажет врач? Что мы купим? Где мы будем? До новых встреч, мои дорогие друзья. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Я уже не прошу себе, можно поставить Сергею Петровичу. Вот. Ну, а мне, если вы хотите, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Правильно я говорю, Сергей Петрович? Сматло? Да. А, погреши. Я же тебе имену, да, сматло. А, ну как ты соки? Всё нормально. Пойдёте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.